МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сервисты бегут от армии, как могут, несмотря на обещания платить щедрее. С 1 февраля им обещают по 1 тысячи гривен в день. Это около 60 долларов. За месяц набегает почти 2 тысячи. Сумма приличная, если учесть, что до этого тем, кто был на передовой, платили от 6 до 8 тысяч гривен в месяц. Это не более 500 долларов. По данным украинского генштаба, в зоне АТО сейчас находится 40 тысяч военнослужащих. Нехитрая арифметика подсказывает, что расходы Киева на войну увеличиваются почти на 2,5 миллиона долларов ежедневно. Метод пряника, как водится, совмещают с методом кнута. Уклонистам угрожают штрафами и тюрьмой от 2 до 5 лет лишения свободы. Но все эти усилия пока не дают должного результата. Силу набирает антивоенное движение. И способов, скажем так, откосить от армии становится все больше. Итак, можно купить статус священнослужителя. Об одном таком случае написало украинское издание «Вести». Справка призывнику из Киева обошлась в 3 тысячи гривен. По документам, он теперь священник славяно-ведического храма «Наследие предков». Также много объявлений в интернете. Представители сект предлагают вступить в их ряды. Естественно, не бесплатно. Еще один способ уклониться от службы – сбежать из страны. Едут в Россию и в Польшу. И не только. В одной лишь Черновицкой области, по словам советника президента Юрия Бирюкова, 18% резервистов призыв решили переждать в Румынии. Давний способ уклониста – купить справку о тяжелой болезни. Ценники давно установлены. К примеру, 5 лет от срочки может дать диагноз, связанный с болезнью сердца. В этом случае, правда, нужно искать посредника, который сможет договориться с военной комиссией. Существуют и вовсе радикальные способы. Пункты сбора вещей для армии взрывали и поджигали уже неоднократно. А в военкоматы то и дело звонят телефонные террористы. На этот раз на фронт зовут и военно обязанных женщин, медсестер, офицеров, сержантов. Но, как сказали нам в Министерстве обороны Украины, все проходит на добровольной основе. И статистики еще никакой нет. Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины